Здравствуйте! На государственном телеканале Западной Армении очередной выпуск новостей сегодня в эфире. Историческая стена Тигранагерта пострадала от Харберского землетрясения. Пашинян. Количество размещенных на боевых позициях в ОС Армении системы видеонаблюдения увеличилось на 59%. Парламент Греции ратифицировал соглашение о новых американских базах ЭТНОС. ПАСЭ приняла резолюцию о полицоключенных в Азербайджане. ВОЗ признала вспышку коронавируса с чрезвычайной ситуацией международного значения. Болгарка, которая говорит на армянском Цветана Паскалева, отпраздновала свое 60-летие. Музей легендарного армянского разведчика откроют в южной столице России. Исторические заборы города Тигранагерта в Западной Армении, которые включены в список всемирного наследия ЮНЕСКО, также были повреждены в результате землетрясения магнитудой в 6,8 в Харберском районе Сивридж. Землетрясение вызвало частичное разрушение в двух разных точках, называемых воротами Урфы и парными воротами. Скалистый район был отцеплен полицией для защиты. Исторические стены ранее были ограблены и камни стен были топроданы. После 8 мая 2018 года количество систем видеонаблюдения, размещенных на боевых позициях ВС Армении, увеличилось на 59%. Об этом написал на своей странице в Facebook премьер-министр Армении Никол Пашинян. Он, в частности, отметил, что количество боевых позиций, имеющих промышленный электрический ток, на 70%. Количество боевых позиций, использующих солнечную электроэнергию, на 38%. Количество боевых позиций, имеющих питьевую проточную воду, на 194%. Парламент Греции ратифицировал соглашение США по оборонному сотрудничеству, которое предусматривает предоставление американцам новых военных баз на греческой территории и возможность использовать практически все военные объекты Греции. Обычно ратификация международных соглашений проходит без обсуждения на пленарном заседании парламента, но в этот раз решено было провести дебаты по законопроекту в связи с тем, что он касается суверенных прав страны и размещения иностранных вооруженных сил в стране. Как пишет газета «Этнос», всего в голосовании приняли участие 288 депутатов из 300. 175 депутатов из правящей партии «Новая демократия» и левоцентристского движения «Перемен канал» проголосовали за документ, воздержались 80 депутатов крупнейшей оппозиционной партии «Сириза». Против проголосовали 33 парламентария из Компартии Греции, партии «Мэра-25» и правой партии «Греческое решение». Парламентская ассамблея Совета Европы 30 января приняла резолюцию дела о сообщениях в связи с политзаключенными в Азербайджане и рекомендации в связи с ней. Об этом сообщила член делегации Армении в ПАСЭ депутат Татавик Айрапетян. По ее словам, за принятие резолюции проголосовали 83 депутата против 27, еще 6 воздержались, пишет Шант Ньюс. Проект резолюции был составлен на основе отчета докладчика по политзаключенным в Азербайджане исландского депутата Торхилдур Суны. В резолюции выражена серьезная беспокойность проблемой политзаключенных в Азербайджане, которые носят системный характер. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку коронавируса чрезвычайной ситуации международного значения, сообщает газета. Трансляцию экстренного заседания в ВОЗ ввела CNBC. Об этом объявил генеральный директор ВОЗ. Он назвал вспышку заболевания беспрецедентной. При этом ВОЗ не рекомендует вводить ограничения на передвижение товаров и людей в связи с вирусом. Так, общее количество случаев заражения за пределами Китая достигло 98-18 странах. В 8 случаях вирус передавался от человека к человеку в Германии, Вьетнаме и США. Журналист, документалист, полковник армии обороны Арцаха Цветана Паскалева отметила свое 60-летие с борцами за свободу и студентами. Паскалеву встретили с Цветами, праздничным тортом и наилучшими пожеланиями, представляя видеоклип, рассказывающий о ее тяжелой работе во время освободительной войны Арцаха. «Юбиляра отметила, что она приехала в Армению как журналист во время Арцахской войны, но осталась в Армении по зову души и сердца. Когда я оказалась в центре событий и увидела, что творится трагедия, я поняла, что народу Карабаха нужна моя помощь. Выход на международную арену для армян в то время был очень трудным», — сказала героиня дня. «И сначала она думала, что занимается обычной журналистикой и передает миру просто информацию о Карабахской войне. Но со временем стало понятно, что Цветана создала целую документальную историю». В Ростове-на-Дону будет создан музей легендарного советского разведчика армянского происхождения Геворга Вартаняна. Пресс-служба генерального консульства Армении в Ростове сообщила, что для строительства музея выделен земельный участок в центре города на улице Серафомича. Геворг Вартанян родился в Ростове и является почетным гражданином города, который называют южной столицей России. В 2012 году Геворгу Вартаняну на проспекте «Звезд» Ростова заложили именную звезду. Герой Советского Союза Геворг Вартанян — один из самых известных разведчиков СССР. В 1943 году он входил в группу нелегалов, которые предотвратили покушение разведки нацистской Германии на Сталина, Черчилля и Рузвельта во время встречи лидеров антигитлерской коалиции в Тегеране. На сегодня у нас все. Далее мы представим вашему вниманию Марату Камуйт. Субтитры создавал DimaTorzok Полная версия видео представлена на официальном сайте телеканала Западной Армении. Оставайтесь с миром! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok